Добрый вечер! Вы смотрите итоговый выпуск Вести Молдова в студии Олеся Горяк. Для начала коротко о главных событиях первого рабочего дня этой недели. Великие и строгие! В течение ближайших семи недель православным верующим предстоит очищать тело и душу постами и молитвами. На центральном проспекте столицы станет еще меньше зелени. В Зеленстрое уверяют, что вырубят только сухие и старые деревья. Стань фараоном и собери колье Клеопатры. Национальный музей истории предлагает детям интерактивную выставку «Секреты древнего Египта». Обо всем этом и многом другом подробно. На проспекте Штефана Челмаре вырубят еще 250 деревьев. Об этом глава Зеленстрой доложил мэру на оперативном заседании муниципальных служб. Также стало известно, что ремонт главной столичной улицы снова отстает от графика. Проблема в нехватке финансирования. Тему продолжит Ольга Гриненко. Работа по вырубке деревьев вдоль центрального проспекта столицы начнутся уже на этой неделе. Под топор пойдут только больные и старые деревья, пояснил глава Зеленстроя Элиферий Харуцци. Мы получим необходимые документы или так называемую авторизацию из Минэкологии и начнем работы. Если успеем этой весной высадить саженцы, это будет зависеть от погоды. Хорошо, нет, оставим на осень. Насколько остро реагируют кишиневцы на рубку зеленых насаждений, известно. Поэтому Дарин Киртуака решил не накалять ситуацию. Учитывая, насколько тема зеленых насаждений болезненна, возможно, надо будет за деревьями ухаживать, пока они сами не высохнут. Но в той мере, чтобы они не падали от сильного ветра. Вместе с вырубкой на бульваре Штефана Челмари возобновятся и ремонтные работы. Старые столбы электропередач заменят новыми, поменяют инженерные сети, тротуары выложат плиткой, но есть проблема. Муниципальное управление транспорта задолжало подрядчикам 40 миллионов леев, 15 из которых завыполнены работы по электричеству. Мы просим рассчитаться хотя бы с этим экономическим агентом как можно быстрее. Проблема была поднята несколько недель назад, но до сих пор ничего не решилось. А вот латание ям, появившихся на столичных дорогах, после зимы идет полным ходом. В приоритетном порядке ремонтники залатают старый асфальт, а на улицах, где ямы представляют опасность движения, временно установлены специальные знаки. У православных верующих начался Великий пост. Он продлится 7 недель и завершится с началом Пасхи. В этот период христиане, соблюдающие пост, не употребляют мясо, рыбу, яйца и молочные продукты. Однако церковь утверждает, что дело далеко не только в еде, а пост предназначен для того, чтобы очистить не только тело, но и душу. Ежегодно во время Великого поста православным всего мира рекомендуется воздержаться от потребления мясных, рыбных и молочных продуктов. В нынешнем году пост начался в конце февраля и продлится до 16 апреля. Вплоть до воскресного праздника Пасхи. Церковь рекомендует в этот период отказаться не только от некоторых видов пищи, но также и от вредных привычек. Пост – это изменение, это весна. Почему это происходит в весенний период? Это возрождение человека. На центральном рынке Кишинева жители столицы закупаются растительным маргарином, соевым мясом, фруктами и овощами. Многие заявляют, что постараются придерживаться поста, чтобы очиститься. Пост можно держать для души, для хозяйства, для детей, для жизни, чтобы было легче на душе. Хочу держать, надо, чтобы очистить немного тела. Буду придерживаться. Среда, пятница. Врачи рекомендуют воздержаться от поста людям пожилого возраста, больным, маленьким детям, беременным и кормящим женщинам, а также путешествующим. Еще один аргумент в пользу соблюдения поста. Молочные продукты на сумму свыше 110 тысяч леев с измененным сроком годности должны были доставить в один из столичных магазинов. По сообщению пресс-службы полиции, в помещении фирмы, специализирующейся на хранении и сбыте молочной продукции, прошли внезапные обыски. Полиция провела проверки 24 февраля, а на упаковке дата изготовления была указана 25 февраля 2017 года. Представители фирмы не смогли объяснить, как на продукции могла появиться дата из будущего. Расследование для установления всех обстоятельств продолжается, а ответственных лиц фирмы ждут штрафные санкции в размере до 10 тысяч леев. Пришествовал великому посту последний день широкой масленицы. По этому случаю в столице развернулись массовые гуляния с веселыми песнями, плясками, угощениями и традиционным сжиганием чучела зимы. В праздничных мероприятиях принял участие президент страны Игорь Дадон. Проводы масленицы – настоящий гастрономический праздник в преддверии Великого Поста. Столы ломились от угощений. Кулебяки, пирожки, пряники, баранки и, конечно же, блины. Все домашнее, варенье все домашнее. С таком и с маком. Подходите, угощайтесь. Приехал на праздник и президент страны. Игорь Дадон поздравил всех с наступающей весной. Он считает, что традиции каждого проживающего в Молдове народа объединяют и делают их сильнее. Если этот мир мы сумеем сохранить дальше, я уверен, что мы сумеем, тогда мы перейдем через все трудности, с которыми мы сейчас сталкиваемся. И Молдова в этом случае станет сильной, процветающей страной. Хочу весь христианский мир поздравить с этим великим праздником, древним праздником, красивым праздником. Пожелать здоровья, благополучия. ПОЕТ Потеплело на улице и чувства, конечно, такие весенние. Народ вижу, что улыбается, веселится, жует. Первый раз на таком мероприятии было очень интересно окунуться в традиции. Раньше только по телевизору, где-то там смотрели, как в России отмечают. ПОЕТ Устроителями масленичных гуляний выступила традиционно русская община Молдовы при содействии посольства России и Российского центра науки и культуры. Отметили масленицу и воспитанники музыкального лицея имени Рахманинова. Произведения в исполнении начинающих артистов прозвучали сразу на нескольких концертных площадках, в том числе в Российском центре науки и культуры. Для некоторых юных воспитанников столичного лица имени Сергея Рахманинова этот концерт стал дебютным. Но многие из них уже не раз блистали на большой сцене и становились лауреатами конкурсов. У нас свыше 25 участников сегодня представлено на концерте. Многие из них лауреаты международных конкурсов, которые привезли награды и из России, и из Румынии, и из Украины. В программе концерта – произведения русских и европейских классиков. Организаторы не ограничивали участников в выборе. Каждый играл любимую мелодию. Моё любимое произведение Чайковского «Подснежник». Я его только что сыграла, потому что оно очень веселое и поднимает настроение. По случаю праздника Масленица воспитанники лица имени Сергея Рахманинова выступили и на других концертных площадках. Другим темам. Главы районных и городских администраций, избранные от нашей партии, провели круглый стол. Советники и примары собрались по случаю празднования двух лет со дня официальной регистрации политформирования. На встречу присутствовали и представители депмиссии, аккредитованных в Молдове. Мэры рассказали о проблемах, с которыми сталкиваются возглавляемые ими населенные пункты. В круглом столе, организованном нашей партии, приняли участие более 50 мэров и советников политформирования. Присутствовали на встрече представители дипломатических миссий, аккредитованных в Молдове. Основной темой встречи стали трудности, с которыми сталкиваются местные администрации в управлении населенными пунктами. Мэры отметили, что на них оказывают давление центральные власти. Проверьте, со сколькими проверками сталкиваются мэры от нашей партии в сравнении с мэрами других территорий. Например, сейчас могу сказать, что нас посетили все органы контроля, которые есть у нас в стране. Правительство Румынии выделило нам в республике Молдова 3 миллиона евро. Они были распределены на ремонт 83 садиков. При этом посмотрите на список садиков и на список районов, в которые эти деньги были выделены. Есть ли там хоть один примарь, хоть одна примарь от оппозиции? Иногда абсурд доходит до того, что могут на человека открыть уголовное дело, что он перешел дорогу на красный свет. Поверьте мне, что на этой улице даже нет светофора. Несмотря на то, что на встрече присутствовали представители посольств стран Европы и США, члены нашей партии не уверены, что они прислушиваются к проблемам мэров. Я не думаю, что опять же возьмется определенная реакция или сформулируется определенная позиция. Они опять зафиксируют, опять же передадут сообщение, что произошло, о чем говорилось. А соответствующие реакции, судя по прецедентам существующих, я не думаю, что будет какой-то реакции. Лидер нашей партии Рината Усатый не смог присутствовать на форуме, поскольку уже полгода находится в Москве. Продолжаем выпуск. Десять учеников четвертого класса одного из кишиневских лицеев были доставлены в больницу после отравления клеем во время урока рисования. По словам учителей, на уроке школьники готовили открытки, подарки к 8 марта. Отравившихся ребят доставили в центр матери ребенка с признаками сильной интоксикации. Клей принесла в класс одна из учениц лицея. О других новостях короткой строкой. Вступили в силу изменения допустимого лимита алкоголя для водителей. В монитору лофичала публикованы поправки в положении о порядке проведения теста на алкоголь и медицинского освидетельствования для определения состояния опьянения и его характера. Так, заключение состояния опьянения в минимальной степени выносится в случае установления концентрации алкоголя от 0,3 до 0,5 грамм на литр в крови или от 0,15 до 0,3 миллиграмм на литр в выдыхаемом воздухе. А в выраженной степени в случае превышения концентрации алкоголя 0,5 грамм на литр в крови или 0,3 миллиграмм на литр в выдыхаемом воздухе. Представители молодежного крыла партии «Платформа.ДА», «Действие.Солидарность» и «Либеральная демократическая партия» начали кампанию за свободный доступ в студенческие общежития. Молодые люди запустили процедуру сбора подписей за отмену пунктов 47 и 48 рамочного положения функционирования общежитий под ведомственным государственным образовательным учреждением. Документ ограничивает посещение студенческих общежитий после 24.00. По мнению молодых представителей трех партий, этот закон ущемляет права студентов, касающиеся их личной и профессиональной жизни. Организаторы намерены собрать более 4 тысяч подписей. В финале национального конкурса «Евровидение-2017» победила группа «Sunstroke Project». С песней «Хей, мама» исполнители представят Молдову на «Евровидении» в Киеве, первый полуфинал которого пройдет 9 мая. В национальном конкурсе, финал которого состоялся 25 февраля, первое место «Sunstroke Project» разделила группа «Этно-Репаблик» и «Сурорили Асаяну». Их композиции набрали больше всего баллов при сложении итогов голосования жюри и зрителей по 22 балла. Исход конкурса решили оценки жюри. Было подсчитано, кто из двух претендентов получил больше высших оценок жюри – 12 баллов. «Sunstroke Project» уже представлял Молдову на «Евровидении» в 2010 году в тандеме с певицей Олей Тирой. Тогда они заняли 22 место. И еще одна новость в завершении. В Национальном музее истории в Кишиневе открылась необычная выставка, рассказывающая о секретах Древнего Египта. Предназначена она прежде всего для детей. Здесь можно залезть внутрь пирамиды, перевоплотиться в мумию, собрать ожерелье Клеопатры. Побывать на открытии экспозиции удалось и нашей съемочной группе. Выставку «Секреты Древнего Египта» привезли в Национальный музей истории из Бухарестского университета. Интересные экспонаты смогут рассказать о культуре и основных традициях древних египтян. Тайны Древнего Египта, так называется эта выставка, они до сих пор остаются тайными не только для исследователей, путешественников, но и для всего мира, потому что Египет – это вообще цивилизация, колыбель мировой цивилизации. Музей соединил 40 веков Древнего Египта в экспонатах, расположенных в двух залах. В Кишиневе они будут находиться до 30 апреля. Выставка рассчитана для детей от 5 до 15 лет. Сама она очень интерактивна. Дети смогут увидеть пирамиды, сфинксов, собрать пазл царя египетского и даже сесть на трон самого царя фараона. Организаторы подготовили также несколько ателье для детей, в рамках которых они смогут сделать себе ожерелье или смастерить небольшую статуэтку. Помимо этого школьникам дают возможность одеться в египетские костюмы и узнать в деталях о мумифицировании. Очень интересно. Мы узнали очень многое. Про свинкса, про всякие разные башни. Я делаю ожерелье. Хотел завтра ее купить. Посетить выставку можно только группами от 5 до 35 человек. Стоимость билета для ребенка составляет 120 леев, для взрослого – 130 леев. Такими были новости сегодняшнего дня. Подробную информацию о происходящем в нашей стране и мире вы можете узнавать круглосуточно, зайдя на наш сайт rtr.md. Я же Алиса Коряк. На этом с вами прощаюсь. Удачной рабочей недели и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова